Дорогая церковь, в это утро вас всех сердечно приветствую. Если вы когда-то размышляли о тайнах Бога, размышляли о прошлом, о будущем, то, что записано в Писании, то, что уже случилось, чудеса, которые сотворил Бог, или то, что сотворит еще впереди, что предстоит предстоять, я думаю, у вас, как и меня, иногда посещала мысль о том, что если бы вдруг меня сейчас услышал неверующий человек, он бы подумал, что я глупец. Когда вы размышляете о том, что должно случиться с этой землей, я вспоминаю, мы с друзьями возвращались с конференции, будучи еще молодежи, и мы размышляли о этих чашах, о суде Божьем, который должен случиться над этой землей, о том, как откроются эти кладези бездны, когда оттуда вылетит эта саранча, у которой голова как лев, которая будет жалить как скорпион. Я подумал об этом, что если вдруг сейчас услышали бы меня друзья, с кем я хожу в школу, просто так, о чем я разговариваю, они бы подумали, что я ненормальный, что это точно из фантастики. Друзья, если сегодня зайдет в дом молитвы человек, который абсолютно неверующий, тот, который не рожден от Духа Святого, который не дитя Божия, и который увидит сегодня процесс нашей вечери Господень, для него это будет дико. Он будет видеть, как люди берут кусочек хлеба, они будут славить Бога за его жертву, эти люди будут видеть, как мы берем глоток вина, вспоминая жертву, которую Христос совершил на Голговском кресте, для них написано это юродство. Апостол Павел в послании Коринфина пишет, что весть о кресте для погибающих юродство, это глупость, foolishness, что это такое? А для спасаемых это сила Божия. Для вас и меня сегодня в веся кресте это сила Божия. Когда мы собрались сегодня в день Божий, в день в дом молитвы, чтобы преклониться пред Христом, чтобы возблагодарить Христа, чтобы прославить Его и поклониться Ему, это не новость для нас. Мы имеем честь это делать. И Слово Божие говорит, пока месь мы совершаем вечерю, друзья, пока месь хлеб преломляется, мы возвещаем смерть Господню. Евангелие возвещается грешникам, когда мы совершаем вечерю. Когда они видят нас, принимающим это, мы провозглашаем смерть Господню. И для многих это ничего. Псалмопевец Давид сказал такие слова, в 77-м псалме, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они все в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его. Передаем. Передаем с поколениями в поколение. Когда-то передаться это нашим детям истинно записанные в Слове Божием. Вечерю Господнюю, которую мы совершаем. И место, которое я сегодня хотел бы прочитать с вами, это вам знакомый текст, который мы слышим с вами каждый раз на Вечерю Господню. Послание 1 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. Павел пишет, что «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечерей и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Евангелист Лука запишет это событие, запишет эту Вечерю, когда собрались ученики вместе и, подтверждая эти слова, он напишет, что Иисус Христос во время Вечери, это 22 глава, 19 стих, «И взяв хлеб и благодарил, благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Друзья, нас Бог надарил способностями, как людей. И одно из наших чувств, даже, наверное, не чувства, способность – это память. Мы помним. Мы можем запоминать те места, в которые мы с вами были в жизни когда-то. «Бывает, где я был 5-6 лет тому назад, возвращаешь, ты посмотрел, ты думаешь, я здесь уже был». Люди помнят друг друга лица, люди помнят разговоры. Помимо того, настолько наша память работает, что мы запоминаем, бывает, запах. Человек прошел мимо, мы чувствуем духи, думаешь, я знаю этот запах. Мы запоминаем чувство вкуса. Мы помним о вещах, которые мы когда-то слышали давно в школе. Те стихи, которые мы учили давным-давно, мы о них помним. Это наша память. Мы вспоминаем людей, которых уже с нами нету. Не так давно мы проводили вечность нашу старицу, сестру Галину Яковлевну. И будучи здесь на служении, приятно было слышать свидетельства. Те люди, которые соприкасались с ней в жизни, рассказывали об ее отце, о ее семье, о ее муже, о ее служении, о работе. Были те, которые знали ее как индивидуально, directly. И были те, которые просто узнали об этом, слыша чего-то. Помним людей. Знаменательные события мы делаем фотографии, мы даже снимаем видео, чтобы запомнить, чтобы отпечаталось это в нашей памяти. Мы недавно так собирались с вами, с семьями, я думаю, на праздник, День Благодарения. И многие друг с другом делились стихом, который записан во Второзаконии, 8 глава, 10 стих. И когда будешь ешь и насыщаться, тогда благослови Господа Бога твоего. Вот когда ты будешь сидеть на этом празднике, вспомни, потому что Господь благословил тебя, дал тебе здоровье, дал тебе пропитание, дал тебе кровь, дал тебе работу. Вспомни, возблагодари. Когда евреи переходили, Иордан, он говорит, поставь этот памятник. Люди ставили памятники, чтобы вспоминать, люди строили колодцы, люди в наше время, поколение до нас, возводили памятники людям, чтобы помнили, что кто-то был когда-то, кто-то что-то совершил. Больше того, люди делают праздники, люди празднуют сегодня что-то важное, чтобы не забыть, делают это из года в год. И Бог когда-то заповедовал своему народу делать праздник, Пасху. Он записал такие слова через раба своего Моисея, которые записаны в 12 главе, 14 стихом, Он говорил, «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в онный праздник Господу все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Господь Иисус Христос не первый раз творил Пасху с учениками. Написано, что настал день опресноков, и они должны были собраться на вечерю. Это было второй или третий раз. Для учеников это не была новость. Они были евреи, они жили в этой местности, люди праздновали праздник. Они знали четко, что нужно сделать. Христос говорит Петру и Иоанну, приготовьте Пасху. Вы пойдете, вы увидите человека, несущего кувшин, следуйте за ним, зайдете в город, в тот дом, в который он зайдет, идите туда, скажите хозяину, где комната приготовленная. Вам покажут. Сделайте там Пасху. Ученики знали, почему они делают Пасху. Они никогда не были в Египте, они никогда не выходили из рабства, но они знали, потому что передавалось из рода в род. 26 стих, в 12 главе написано, «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, которое вы творите, расскажи им, расскажи им, почему вы это делаете». Бог сказал 10 дня, первого месяца, возьмите себе искос или завец, возьмите себе ягненка годовалого, мужского пола, и пусть будет четыре дня с вами. Должна была пройти процедура. Почему они вспоминали это? Почему настолько было важно для них это? Потому что они знали, какая была казнь. Они знали великие чудеса, которые Бог проявил над Египтом. Все горе, которое случилось с ними. И последняя казнь, она была ужасная. О том, что сам Бог сказал. Главой раньше, в 11 главе, 5 стих, Бог говорит Моисею, «Передай народу, что случится». Он говорит, «И умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенства рабыни, которое при жерновах все первородное из скота, и будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало, услышьте это, и какого не будет более». Вы слышали, когда люди кричат, когда люди поднимают вопль? Вы когда-то были на похоронах, где мамы вырывают себе волосы из головы, они кричат, они вопьют? В нашей стране люди научились хоронить тихо, спокойно, красиво, придешь, все готовлено. Я вспоминаю, когда человек, с которым мы ходили в школу в седьмом классе зимой, они циндрились за автобусом. Занятие плохое было такое. Прогуливали уроки и цеплялись за баз, и катились до следующей остановки. И когда подъезжал сзади другой автобус, он не вовремя отцепился, паренек молодой, его задний автобус переехал. Собрали всю школу, поставили красный гроб, сделали там из этого целое шоу. И мать так орала, она кричала, она вопияла. Друзья, был великий вопль в земле египетской, потому что умрет каждый первенец. Бог через Моисея сказал своему народу, вы возьмите этого агнца через четыре дня. Закалите его. Сделайте вот этот пучок и намажьте косяки дверей. Я думаю, когда они слышали об этом, у них не было такого искушения плохо намазать. Они знали, что если мы сделаем что-то не так, то поразит нас ангел. Они качественно все сделали. И прошел ангел-губитель мимо. И свершился суд. И погибло множество людей. Ученики не были там. Евреи, которые во время Иисуса Христа не были там. Они слышали от своих дедов, от своих отцов, передавался праздник Пасхи. И они учили друг друга это делать, чтобы помнить. Никогда не забудь. Я думаю, что окрестность этого города наполнена запахом. Иисус Христос с учениками сидели на этом празднике. Написано, что они праздновали его семьями, друзья. Они брали этого ягненка из овечек или коз. И если семья была маленькая, написано, друзей звали, чтобы не осталось него. Они его запекали. Они кушали его. Вспоминай об этом. Они пекли пресные хлебы, в которых не было закваски. Которые, когда они поспешно будут выходить из Египта, они будут кушать, чтобы сила была. Они творили праздник, припоясавшись в одежде, в башмаках. Ученики так не делали. Они делали то, что помнили, что сделали их праотцы. Все в этот день собрались, все творили Пасху. Иисус Христос с учениками своими возлежал. И что-то пошло не так в этот вечер. Когда Господь взял хлеб, Он сказал, это Мое тело. Я думаю, ученики пересмотрелись между друг другом, и они, может быть, друг другу вопросами задавали глаза. Это же те лепешки, которые мы вспоминаем, мы есть должны были. Христос говорит, это Мое тело за вас, ломи Мое. Вот это творите теперь в Мое воспоминание. Прошло совсем чуть-чуть время, Он взял чашу, которая символизировала кровь Агнца, которой мазали косяки, чтобы ангел-губитель прошел мимо. Иисус Христос сказал что-то новое, Он сказал, эта чаша, это кровь Моя, за вас проливаемая. Это творите в Мое воспоминание. Пройдет еще один день, в этот вечер, когда предадут Христа, Он будет оплеван, Он будет избит, Он будет распят между разбойниками, Он вопивать будет к своему Отцу, отче, отче. Для чего ты оставил меня здесь? Грех твой и мой ляжет на него. То, что не смог бы сделать ни один другой человек, никогда это сделал Он. Дьявол будет поражен. Будет совершена победа на Голгофском кресте. И Христос хотел, чтобы мы помнили это. Он собрал учеников своих, говорит, я очень сильно хотел с вами есть эту Пасху. Делайте это из поколения в поколение, передавайте это другим. Расскажите о жертве Иисуса Христа, расскажите вашим детям, расскажите вашим внукам. Расскажите, что Бог может избавлять. Так же, как Бог когда-то избавил Свой народ из Египта. Бог сегодня способен спасать грешника. Кровь со креста, дорогие друзья, сегодня текет, продолжает жертва действовать. Если кто не примирился с Богом, сегодня тот день, когда мы можем спастись. веруя в Иисуса Христа, веруя в Его крест Голговский, Он искупляет нас сегодня. То, что мы вспоминаем сегодня, ученики Иисуса Христа. Мы не были там на вечере с вами. Мы не сидели там с учениками, не возлежали за столом. Но мы, веруя через Слово Божие, и мы сегодня вспоминаем, чтобы делать это до того дня, пока Он не придет. И мы будем передавать это нашим детям. Передавать нашим внукам, если продлит нашу жизнь. Друзья, есть одна хорошая новость, что будет день, когда мы встретимся с Иисусом Христом и будем вместе. И там на небе, когда мы будем с Ним, Он совершит вечерю. Он говорит, «Я не буду больше вкушать от плода, пока не буду в Царстве Моем». Когда-то со всеми святыми, со всеми вместе, когда мы будем с Иисусом Христом, мы там, в славе, мы будем восклицать достойный Агнец со святыми и с ангелами. Мы будем славить Его и провозглашать Его Святое Имя. Мы совершим вечерю с Ним. Там мы никогда не забудем цену, которую Он заплатил здесь. Там мы будем помнить, на небе, будучи с Господом, что наш Иисус Христос, Он был здесь, и Он умер на кресте, и Он победил. Ему слава за это, друзья. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok